Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот каждый день даем итог. Попросили такую тему создать. И вот каждый день у нас что, пишут? Не все, конечно, выставляется, много пишут. Пожалуйста, считай заголовок сегодня. Номер 35. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 15 января 2016 года. Ну вот так. Сегодня у нас уже 16, это подводим итог прошлого дня. Ну и как икпигров, к всему этому беру необычно. Место такое. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения престола. Ну, что тут сказать. Сидел бы, не высовывался. Я вот, допустим, и еще бы этого не знал. Вот. Просятся в дружбу. Их через контакты. Метрополиты. Архиепископы, епископы, священники. Ну, посмотрим, почему не принять. Но, когда они видят, что это записывается, даже на скайп уходят. Ой-ой-ой, это не надо, это и... Да я думал так даже, священники. И вы вас гонят, сектантом называют. Меня тоже сектантом называют, вроде бы. Ну, несколько слов только сказал, и сразу все. Измена, трусость и обман. Это проказа въелась в мозги людям. Это как проклятие от погибшего императора. Только вчера разговаривали, все было хорошо. Дружеские отношения мгновенно. Все как будто нет, уже врагов набирает и идти против. Как сумасшествие какое-то, поражение бешенством. Притом ни один, ни два. И все до единого, все патриархийные. Почему система? Системы этой на слойке не было. Синода, проще. Ну, нормально бы жили люди. Но чуть нигде они бросаются все вместе, как я называю, кодлой. Стаей. Лютой ненавистью. Нападают, просто преследуют. Я сегодня об одном человеке буду говорить. Попрошу о нем молиться. Вчера на меня вышли и скинули такой материал. Ну, а дальше я говорю, что я не бываю ни в контактах, ни в одноклассниках, нигде. Я вообще не бываю. В фейсбуке у меня страницы есть, но мне-то она не нравится. А модераторы, администрация там, что на меня выходит, они забрасывают ко мне на форум. Вот я сейчас даже покажу наш форум. И на форуме я отвечаю. Ну, а вот форум наш. Вот, пожалуйста, наш форум. Вот как он выглядит. Я отвечаю. Вставляю здесь ответ. А они опять перекидывают туда в контакт. Я прошу теперь уже страница такая. Прямо сами заходите на наш форум. Зарядите в Яндексе, Гугл, православный форум Игнатия Латкина. Больше ничего и не надо. Здесь я отвечаю. Вот я об этом говорю здесь. И дальше объявление о том, чтобы ролики помогли разобрать по тематике. Вот эти, которые сейчас идут, вот каждое утро. Их тут Николай Коля называется. Помню, или даже не знаю. Он уже сделал около пяти. По какой минуте, на какой секунде. Указать на какой минуте, о чем. И мне скинуть материал. Ну, видно, что там еще этот ролик не тронут. А роликов-то у нас больше четырех тысяч уже. Поэтому надо дать содержание. Людям легче будет искать. Многие просто говорят, ну сколько времени, как-то не сделаете. Ну, вот что у нас поступило. Считаем. Выставили два ролика на канале и в моем мире. С таким названием. Первый номер. И два. Дорога. Ноябрь 2015 года. А номер первый и второй. Дорога. Ноябрь. Потерявка щебень. Это есть и отчет о троте денег. За щебень пришлось отдать 237 тысяч рублей. Только за щебень. И привезли его уже при морозах. Дорого. Но выхода не было. И потому так вот. Нанять технику. А это не рядом. Бульдозер был гусеничный. А теперь вот колесный. И грейдер. Три раза приезжал за километры от нас. С грейдером получилось сладно. Евгений Долгов. Фермер. Прислал технику. Тут уж книгами благодарили. Новым заветом и столкованием. Трехтомник. Ленинский поклон и благодарность перед Богом тому, кто помог средствами. Без помощи Божией через этих людей мы ни плотины не подняли. Ни спуски не сделали бы им. Ни дорогу не подняли бы из прорвы. Слава Иисусу Христу. Это вчера за день было. Дальше. А почему это об этом Слав говорит? А вот почему. Сергей парализованный о том, как... То есть он написал об этом. Сергей парализованный. Заботится. Вот представьте. Парализованный человек лежит. И в какое сердце. Он сочувствует. Да не могли раньше. Это до слез смотреть жалко. Это где-то. Я ему поясняю. А как дело там стоит? Видите. Сочувствие человеческое подвигло меня на такой ответ. Я бы не писал это. А то он опять из меня выжил. Сергей парализованный о том, как больно смотреть, что щебень зимой привезли. Разве нельзя было бы по хорошей погоде завести? Ну я поясняю. Мир вам, дорогой брат Сергей. Да, надо было бы раньше завозить щебень, а не по снегу в ноябре 2015 года. Мы же были связаны обстоятельствами. Съездили в село Мамонтово, в наш районный центр за 56 километров. В этой организации заплатили первоначально за песок. 80 тысяч отдали. Все это и расчет показаны в наших роликах, тут же на нашем этом видеоканале. Привезли песок не сразу, а за щебень заплатить не смогли. Не было там их начальника. Тогда бухгалтер приехал в Потерявку, заплатили за щебень 237 тысяч еще. Август, хорошая погода, звоним каждый день. Щебень не везут, говорят, что они же его покупают за тысячи километров и везут вагонами. Пошли дожди, ждем. Сентябрь ушел, наступил октябрь, снег не везут. Щебень им не поступил, а мы заплатили в два раза дороже, чем карьере брать. Но мы же не возле карьеры живем. Пошли дожди, промочила щебень, и он кучами смерся. И только в ноябре оповестили, что привезут, а уже мороз и снег. Мы никак и ничего изменить не могли, а только молились усердно. Замечание ваше верно, и мы о позднем завозе к вам щебня жалеем. Вот так. Юрий Соболев. Игнатий Тихонович, вопрос в продолжении к 1 Коринфянам 12.28. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Сектанты не могут показать своих учителей, так как и быть их не может до момента возникновения той или иной ереси. Сектанты указывают на апостолу, отождествляя с ними учителей. Мы говорим, что апостолы, это апостолы, пророки, это пророки, а учителя, это учителя. Тогда вопрос, а кого мы можем показать в качестве пророков, чтобы это были именно пророки первоапостольских веков, в чистом, так сказать, виде, подобно ветхозаветным Иеремии, Амосу, Михею и прочим? Амос, никогда бы не думал, что Амос можно считать, всегда был Амос. Амос? Ну, Амос, у меня дядя Амос был, называли как, Михея и прочим. Вот, ну, вот говорят, там Агав говорил, четыре дочери Филиппа по Библии, по Новому Завету, тогда мы можем показать, какие были, но немного, почему, потому что все пророчествовали. Пророчествовали. То есть, верующий был этот дар. Все ли пророки? Не все, но в храме, то есть, когда молились они там, где там, собирались в молитвенном доме, один за другим можете пророчествовать, говорили. Они изрекали пророчество. Но церковь имена их не сохранила. Поэтому, кроме тех, которых назвал, больше мы ничего не считаем. Такие, потому что пророки прошли, пророки, для того, чтобы предсказать пришествие Христа, а он уже пришел. Пророки, это заря на небосводе. Ну, солнце взошло, зари нету. Ну, а иных поставил, вот он ставит иногда Господь пророков. Они предсказывают. Самое сильное пророчество России, или был Авель, его император, вызвал его из тюрьмы. Говорят, а что меня ждет? Он говорит им, ну, и говорит, а то, что будет, и все сбывалось, его опять в тюрьму. Интересно как. Больше 20 лет просидел, мужик, за что неизвестно? Ни за что. А там пророков не жаловали. Даже колокол, который пророчествовал, вот, о смерти Дмитрия зарезали сына Ивана Грозного-то. И тот колокол, оторвать его язык и сослать в другой город. Даже колокол. Пророкам голову рубили. Кто-то пишет. У Сергея Козлова какой-то ролик новый. Сама не смотрела. Но в комментах пишут, что в нем, в кавычках, по пути, вежливо, по-духовному отпинали Лапкина. Ну, я не знаю, не видел, но говорят так. Ну, отпинали да отпинали. Ну, еще. Как отпинали? Они меня не видели. В это время я снег кидал, там, еще что-то делал, печь стопил. Где отпинали? Это было так. Императора Феодосии. Когда статуи свалили в Антиохии и боялись после этого. Ну, и первые, которые туда прилетели, приехали и говорят. Ваше императорское величество, они свалили ваши статуи. У вас на лице грязь там была. Да никакой грязи нету. То есть подбивали, как Иосиф Володский. Любыми путями казнить, казнить, казнить. Вот и все. Да ничего нет, они отпинали. Я хожу нормально. Да еще спрашивают, я развалюха. Ну, и отпинали, только делов-то. Да будут все благословены у Господа. Вот на молитву. Вот что я вижу в окне. Вот и в это время, когда про Феодосию от рассказа, а в окно гляжу, а у меня тут птичий базар. Воробьев, наверное, около сотни, в общем. Кормлю каждый день. И жуланов полсотни. И зеленый дятел прилетает один или два. Это редкая птица. Сороки. Я мясо навешал на кусты. Жуланы клюют там. С собаками вожусь. В это время я вот что вижу. Меня, ну, отпинали, да и слава Богу. Дальше. Артем на форуме задавал вопрос в начале декабря. Мне ответили. Может, здесь кто подскажет. Если тебя в младенчестве крестили трехкратным полным обливанием, то нужно ли перекрещиваться? И как крести тогда детей в погружение, если родители боятся, что ребенок может захлебнуться? Спасибо за ответ. Ну, в первую очередь, это подробно смотреть. Почему? Ребенка маленького, обливание. Да, любое обливание тоже, кто куда-то вот это с него стекает где-то. Не знаю. Человек, если без нужды, нужда где? Обливание где? Если вы были в тюрьме, родились в тюрьме, или были клиник раздавлены, вас нельзя по другому никак, там, кое-как одежда сняли-то, ну, и в степи у татар. Все. А если не так, то все-таки обливание. Да было ли оно обливание-то еще? Все, не только мокрая ладошка, да как это не обливание. Какое это обливание? Сами смотрите. Человек должен быть погружен в воде. Весь сказ. Кому послать вас? Некуда. Сами решайте. Сергей Игнатов. Спасибо. Так, подожди еще. Ребенок боятся захлебнуться. Откуда это взяли? Назовите за две тысячи лет один случай, чтобы он захлебнулся. Сегодня все 50 с лишним толков старобрядцев беспоповцев. Там всякие-всякие. Там поморские, часовенные, поющие, глухайные, щенодырники, голбежники. Ну, больше 50. Ни одного ни разу не крестили они, даже после Никоновской реформы, без полного погружения. Ни одного. Никто даже не дерзет на это. Они не поймут. Вот этот, скажем, человек с ума сошел. А здесь нормально все. И купель есть, плитой завалили ее. То есть, абсолютное безумие полное. Безумие. Да Бог отнял разум у них. Крещения-то нет в стране нигде. Ну, редко-редко где. Да и подготовки к этому никакой нет. И захлебнется. Ну, хоть один случай был или не был, не был. Ну, видите, как у нас батюшка крестит. Вот, ладонь наложил ему, нос там зажал. Воду кульнул, вытащил. И что? И ребенок задохнулся. Ну, что глупости-то говорить-то? Так. Только пришел человек, сразу его надо крестить. Почему? А ну, умрет. Машина задает. Машина. Вот как будто бы только в храм зашел. И тут очередь машин. И каждый глядит, где он пойдет, чтобы скорее задавить его. Ну, дурь, глупости. Даже говорить не о чем совсем. Не было этого случая никогда. Ну, и, конечно, надо благополучно смотреть. Вообще, говорит, дурака молиться. Это он лоб разобьет. Тут тоже. Я знаю одного игумена. Ему сказали, как правильно крестить. Построить купель. Ну, маленько-то, хоть пораньше. Это можно привезти девочку. Девочка-то большая уже. Ей где-то лет шесть. Он ее в купель. Она за край уступилась никак. Ну, он начал остановиться. Может, он ее давит. Ну, мужская сила ребенка-то. Он ей ножку сломал. В купеле. Ну, и представь теперь, что дальше-то? Ну, руки отцепил у нее идет. И заранее поговорил. Не хочет, значит, вытащить ее. Другой раз и как-то. Ну, это я лично знаю. Он мне говорил. Пришел и говорит, что теперь делать? Ну, плати, что делать-то? Это первое. А во-вторых, помолись об этом деле. Сергей Игнатов. Паси Христос. Как острое копье надо точить, не надо точить. Так известный православный проповедник и исповедник из Барнаула Игнатий Лапкин не нуждается в похвалах слушателей за свое горящее благовестие. Просвещающие слушателей народ и опровергающие злобы всех волков в овечьих шкурах, пастырых-наемниках, нерадеющих о спасении людей и готовых разорвать любого, кто смелится облегчать их волчью сущность и нерадение пасты. Дело в том, что я ему выговорил, похваленные слова, как бы ему говорю, мне это не надо. Один сильно тут хвалил, я предупредил, не надо, нет, я его в черный список даже занес. Понимаете как? А он говорит правильно, что у меня зачем какая-то похвала, какая похвала-то? За что? Дальше. Спаси Христос, Господь Бог и Еговый Лисущий, совершая для избранного им израильского народа благодеяние, постановил, чтобы отцы из поколения в поколение передавали своим детям память об этом. Мы христиане, установленные Богом народ через зерва Иисуса Христа, тоже обязаны знать написанное в Библии и благовествовать о нем своим близким и дальним, и не пренебрегать правилами святых отцов, а также постановлениями и канонами православной церкви. Абсолютно правильно. Спаси Христос, всегда с огромным вниманием слушаю и смотрю, как в кресто-воздвиженской общине в городе Барнауле Алтайского края изучают Новый и Ветхий Завет в неразрывной связи с нынешним временем. Ерк Байдусов, здесь в России еще настоящие православные люди. Спасибо сбоку, вот где истина. Татьяна Клюева, какие же вы все красивые и светлые. Мира вам всем во Христе Иисусе. Владислав Марущак, слава Иисусу Христу. А эта статья, думаю, к вам очень подходит. Вот эту статью я потом покажу. Оказывается, один человек, Масленьков Сергей, и на него там сильные нападки от структуры патриархийной где-то. И я просто открою отдельный ролик, его выделил, я его не знаю. И попрошу о нем помолиться, раз он гонимый, и нас как-то свести. Дать ему знать, что у нас есть сайт-форум в Mail.ru, вошел в Skype. Дать ему. Дальше Сергей Ильин. Комментирует. «Маси Христос, вечер, Александр Жоуба». А вот это, наверное, Александр, он другой, говорю, все-таки перестал работать. Это вот, видишь, какое-то, куда улетел. Что-то, Энтер, перестал работать второй день. Ладно. Что? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Расскажите о посте в среду и пятницу. Что можно, что нельзя кушать, а не у вас Бог. Ну, я еще раз говорю, о посте, допустим, вы задали. Вот я вам показываю, смотрите, вот наш сайт, вот он где. Видите как? Большой православный библейский сайт. И вот здесь есть к истинному православию. Вы ее только открыть, и сразу открывается, есть о посте, вот она, о посте, Славистос, 120-е. Вот она, о посте пошло. Вот жирным курсивом это места священного места. Я просто покажу. О посте, посмотрите, сколько о посте. И сколько мест Библии. По святым отцам, по канонам церкви. На каждый день. На каждый день, что именно можно иметь. Я работал с большим уставом, с церковнославянским, ну, все переходилось. Вот великий пост, вот она где. То есть более подробного материала о посте вообще нету. То есть собрано все за 2000 лет. Вот она как, смотрите. Успенский пост, что можно. В январе, по средам, пятисам, что можно. Вот она, январь. Какие числа, которые не указаны, значит там не разрешаются. Вот на каждый месяц отдельно. Вот я показал, где, куда зайти. Это на наш сайт. Продолжаем дальше. То есть в среду, потому что Иуда сделал заговор предать, пятис он предал его. Вот считаю, что великий пост. Это 69-е апостольское правило. Необходимо соблюдать. Необходимо. А остальные посты, какие есть, они не евангельское устроение. И соборы могли бы их отменить, потому что нарушают их. Но я все равно буду соблюдать. Я привык к этому с детства. Даже не в тюрьме, не в лагере, не в больнице, не в самолете. Я старался никогда не нарушать. Почему? Ну, просто воспитан в этом-то. А не то, что без этого нельзя спастись. Дальше. Пишет Кукленок 100. Я не пойму, что означает связанный комментарий. То ли где-то он его выставлял уже, или что. У нас все выставляется. Поэтому, чтобы не говорили. Пишут, а потом, я хотел, сейчас, мне зачем ваши тайны. Я из всего выжимаю пользу. Различия между ветвями протестантизма незначительные. Кроются в мелких деталях. А общее одно, что одни, что другие сектанты. Если вас заинтересует этот вопрос, заходите на сайт Игнатия Тихоновича Лапкина. Там вы найдете много интересной и полезной информации, которую не найдете больше нигде. Это действительно так. На нашем сайте. Вот, допустим, я опять захожу в наш сайт. Вот он где. А вот 4124 вопроса и ответа. Секты есть или нет? Вот посмотри. Секты Ереси есть где-то. Ереси. Есть, да? Наверное, Ереси. Вот она, наверное, Ереси. Ереси 15. Ереси секты. Вот она. Вот только я ткнул ее. Теперь открывается. В каком доме, какой вопрос. Любой вопрос. Вот я сейчас ткну только. Полная разворотка. Ответ. Видите как? Вы заходите на наш сайт. А на сайт зайдете. Вот тут нажать. На форум перелетел. Видеоканал. Вот так что там 50 книг аудио насчитан. Дальше. А по поводу Трубчинова забейте в гугле «Кровавый пастор». Ну это Трубчинов украинский есть. Ну да. А его зовут не Трубчинов. Трубчинов. Труп. Трупы от него идут. Кстати, он относится к Сыронии, к своему прозвищу. И будет вам. Да. Вечер. Бег слить. Да, вчера тема была такая. Она ушла у нас в занятия. Это темы какие новые были. Дальше. Евгений Потемин. Они еретики. Но они ближе к Богу, чем православное. Все. Это нельзя отбрасывать. Надо думать о чем дальше. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Да, действительно, что это не зависело от вас. Просто так сложились обстоятельства. То есть прощепень, что завезли. Да и винить кого-то глупо. Посему, как на все воля Божия. Благо, что еще привезли зимой. А весной в Распутицу вообще бы не привезли. Да еще бы, возможно, попросили доплатить. Абсолютно точно. Наши, когда начинали потерявку восстанавливать. Ну а где хранить-то? На элеватор сдали. Ну привезли, привезите. Привезли там сколько? 180 тонн. Там, я не знаю, овса или еще что-то было. Привезли денег, нет у нас не платят. До весны задержали. А мы держали до весны. Заплатите за этот и заберите. Мы продать не могли. Ну, махнули рукой и ушли. То есть обман, обман. Трус, измена, обман. Дальше. Владислав Мурущак. Если сам Господь сказал, что по плодам, узнаете, узнается всякое древом, и что не может дерево худое приносить плоды добрые, то я не понимаю, как у некоторых поворачивается язык именовать школу покаяния, в кавычках, сектой, в кавычках, во главе с каким-то гуру и все такое прочее. Ну, вот это я покажу как. Гуру, школа покаяния, там СИ. Я думал, это свидетели Евгова. Они говорят, собор православной интеллигенции. Вот так, СИ. Ну, сейчас потом открою отдельно. Я бы вывел, где он говорит об этом. Дальше. Евгений Израиль. Игнатий Тихонович, мир вам, ездил в прошлую субботу на литургии в Епию, Яфу. Есть вопрос по поводу литургии. Хотел бы задать вам пару вопросов. Ну, мы переговорили, ролик будет стоять через неделю. Вчера говорили с Евгением. Граф Александр. Уважаемый господин Лапкин, у меня, как всегда, только восторг от вашей жизни. Все так просто и по-настоящему. И у вас мороз, а у нас 27 тепла на острове в Испании, Тенерифа. Вот бы вам сюда погреться здесь. Все, конечно, католики и тому подобное. Вероисповедания, но я к ним отношусь просто никак. Бог в душе, а не на картинке. И вы для меня самые, что ни на есть, христианин. Буду всегда за вас молиться. Вы очень удивительны. Столько вы всего пережили, испытали и остались такой настоящей. Спасибо вам за то, что вы такой есть на этом свете. С огромным уважением. Алекс Граф, извините, русский язык мне огромным уважением. Алекс Граф, извините, русский язык мне не очень легко. Тарабиш был прав. Видите как, люди где-то там, Германия, Испания, они это видят. Почему? Они патриархиены. Видите, какой трезвый взгляд он видит, интересно. Действительно, так. Моя биография, ее составить нельзя было самому. Потому что с детства было избрание, благословение, и так пройти. Просто Бог это делает. Даже за последние четыре года мы совершили это миссионерское путешествие. С какой целью? Ее нельзя повторить никому. Не повторить. От Владивостока до Лиссабона. И везде дарить свои книги. Да ни одну, ни две, а 38 книг. Ну, понятно, что для этого должны быть какие-то предпосылки. Написать нужно книги дальше, чтобы они были православные. Дальше ехать. Составлен коллектив. Это невозможно. Просто невозможно. Солженицына по биографии ее нельзя составить. Нельзя. Чтобы был он капитан, был арестован, сидел, лауреат Нобелевская премия. Но это другая величина. И дальше. Кто-то пишет. Тарабич был право лицемер вокруг вас. Сегодня слушал Козлова Сергея. Как они могут рассуждать о вас на равных? Ну, вот понимаете как. Я не к Сергею, я не к чему. Ну, просто я беру все подряд. Вот. Человек это говорит. Кто говорит это? Я могу даже сразу поставить здесь вопроса три, четыре. Люди скрывают свое. Я даже не люблю. Какие-то цифры там стоят. Дальше. Обоих сейчас отправь в лагерь и сразу определятся. Придет поп с московской ПТРХи и скажет, надо в актив вступать, помогать администрации. То есть в актив, то есть там в лагере тебе повязку сделать, за другими смотреть и проще. В нашем лагере, уже Натасия был, было кажется только три человека, которые не были повязаны. Или четыре даже. Это я был, на это не пошел. Вы не будете, наверное, начальник в это. Нет. Вязаная зона называется. Это редкий случай. Обычно где кто там есть, его фамилию где-то пишут. Гроб прессует рядом и кончено дело. Его где-то все равно задушат. И был один сидел там армянин, кажется. Он уже 24 года сидел. Тот никогда нигде не. И два свидетеля Югова, как назывались ребята. Все. Весь лагерь вязанный. Они не знают, что такое. Когда до уровня головы красная комната кровью залита. На твоих глазах убивает людей. Там заставят. За ребро. Крюком, как в белом лебеде, подвешивают. Дальше. И эти говоруны стукнут в своих речах. Скучно слушать им о вас. Читайте книги Игнатия. Кто вам мешает, а что он говорит, это его дело. Вы где раньше-то были, когда его под дур домом и тюрьмом скитали? Да, прямо. Они ездили в это время, ничего этого не знают. Меня преследовала психиатрия советская. Теперь называется злоупотребление психиатрии. 26 лет. 26 лет. Я сдаю экзамен. 14 человек на конкурс. Я его сдаю. Прохожу конкурс. Через два дня меня оттуда выгнали. Трудовую книжку в окно выбрасывают со второго этажа. Через 6 часов, как меня приняли. Но вы ничего этого действительно не испытали. Не знаете и судите. Да не уменится им. Ну, мне вреда-то никакого нет. Это прошлое уже. Дальше. Александр Марьясов. Игнатий Тихонович, мир вам. Странно как-то происходит. Сейчас зашел на страничку в Одноклассники. И там два предложения дружбы. Одно от вас, а второе от батюшки Сергия Дудина. Это я понимаю. Зашел. Я не бываю вообще в Одноклассниках. И предложения дружбы, конечно, дать я не мог, если я там не бываю. Дальше. Почему-то я даже удивился. Так как он меня в моем мире держит в черном списке. А здесь предлагаю дружить. Конечно, я глянул на его странички. Есть эти попределанные ролики. Но нет никакого желания открывать их по всему, как не радуют они. Да и сделаны они не в плане облегчения, а в формате ненависти. В формате ненависти. Абсолютно точно. Вот я и засомневался. А вы или мне предложили дружбу в Одноклассниках? Нет, понятия не имею даже. О чем речь идет? Спаси Христос. Да, я понял, что это вы и ваша страничка. Многое жития святых. И есть первые ролики, вопросы в ответах. И все на страничке. Ну, может быть, модераторы там сделали, администрации. Ну, раз вы так решили, то может быть и так, да. И все на страничке полезно для чтения. Спаси Христос. Дальше. Михаил Домнич, Центральный банк закрыл сотрудничавший с РПЦ Эргобанк. Это наезд? Ваше мнение. Мое мнение. В банках не бываю и не признаю. Вообще никак. Пенсию получил и ушел. Вот. Ну, теперь посмотрим, что у нас есть. По этим прошли. Вот это наш. Показать. Ага, вот это. Я зайду на Москве. Это наш видеоканал. Вот он как выглядит. Посмотрите. Заходите. Ролики говорим. Они здесь и выставляются все. И вот теперь. Что вчера мне написали здесь, прям на форуме? Мелко очень. Я не могу считать это. Считай. Доброго времени суток. Миром, Игнатий Тихонович. А как звать-то? А Иван Тарасенко. И он тут. Вот они два. И он как бы держит какой-то нож возле него тут сзади. А что там? Нож? Когда? Как заточка какая. Вот это да. Не люблю я это. Дальше. Накопился ряд вопросов по вопросам христианского вероучения. Первый. Первоначальное зло сбил с пути истинного людей дьявол. Кто же сбил с истинного пути самого дьявола? Что заставило его стать злым и бороться с Богом и его творением? Гордость, самомнение? Да, именно так. 14 глава Исаии, 28 глава книга Пороха Иезекиили. Другого нет в Библии. Нету. Все, кончено. И дальше не идите, иначе вместе с ним попадете. Но это производные греха. А Бог зла не творил. Значит ни гордости, ни самомнение у дьявола изначально быть не могло. Видишь, какой раз. Изначально быть не могло, а потом пришло. Что же послужило первопричиной для их образования? Бог создал это зло? Златоуст говорит, чтобы молодого не ставили в песни тиране, подпал осуждение с гордостью дьявола. Вот это единственное место, указывающее гордость. Все. Если вы это не приняли, вы на этом у нас будет крутить дьявол как раз и будет крутить. А вы приняли это все? Зачем вам? Вот я вижу, такие там Булгаков какие есть, люди высокого полета, такие Павел Флоренский. И все, куда-то они залазят в такие места, где троицы начинают что-то колобродить. Зачем? Для меня это всегда табло. Не знаю, вот ответ. Для меня этого достаточно. Вам недостаточно, значит. Ну все, нож у смерти будет. Дальше. Второе. Несправедливость по отношению к роду человеческому. Каждый должен отвечать за свои поступки. И каждый должен пожинать их плоды. Но должны ли мы пожинать плоды чужих поступков? Справедливо ли обрекать невиновных в проступке на вкушение его плодов? Если нет, то почему тогда потомки Адама и Евы пожинают плоды не своих грехов? Бог несправедлив и не милосерден. Ну так вот, Бог так сказал. В Адаме все умирают. А я не согласен, то другое. Но у Бога другой порядок где-то есть. Родители грешники, пьяницы. Ребенок рождается с рост печени. А они с ПИДом болеют. Ребенок, он не виноват, он уже с ПИДом зараженный. Они сифилитичные были. А ребенок рождается сифилитик. Ну как это может быть? Развоенная губа, заяща, там что-то такое. Не нам это судить. Это Бог сотворил человека, и у него придется. За дела, когда здесь на земле живет, не отвечает там кто-то за них. Скажет за себя. А здесь? А двух нечистых кто родится чистым? Иова. Иова. 14 глава, 4 стих. Ну все, не один. Беззаконие, значит, в грехе родила. Ну еще 50-й Псалом, 7 стих. Считай. Это соглашается или нет? Нет, значит, еще завис, один крюк сатана подвесил. Дальше. Не думайте, что это умно, говорите. До вас это тысячи, тысячи, тысячи прошли, которые на этом споткнулись. Вопрос снятый должен быть сразу. Третье. Свобода. Любовь проявляется в даровании свободы. Если Бог нас любит, тогда Он должен был дать нам свободу. Однако свобода проявляется в знании. Нельзя быть свободным и делать осознанный выбор, чего-либо находясь в неведении. Почему же тогда Бог не сделал нас свободными, лишив нас знаний и предложив, замену лишь веру и догадки? Бог не есть любовь? Он есть любовь и предложил, и узнал. Если хоть один человек не по этому принципу, как вы живете, спасся, и он отсудит весь мир, Златоуст говорит. Я нашел это, деду Господню, там свобода. Вопросы у меня такие никогда не возникали. Вот уже я для вас другой человек, и мы здесь находящиеся, и святые отцы никогда этих вопросов не ставили. Он один раз вам задал вопрос, а то сатана задает вопрос. И все. А я ответ вам даю. Бог есть любовь, и до этого все, конец. Четвертая жертва, поступок Христа, при котором Он сошел на землю для распятия, зовут жертвой. Однако жертва – это отдача чего-либо, безвозмездно. Но ведь Христос ничего не лишился, ни жизни, ни божественной сущности. В чем же тогда состояла жертва? Бог лукавит на вопрос? Видите, какие слова прямо у вас страшные идут. Даже отвечать уже не хочется. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в не погиб, но имел жизнь вечную. Умер за всех людей добровольно. Отдал жизнь, а Он ничего не отдал. Принял страдания мира. Почему-то оставил именно на кресте его пьет. И это ничего не значит. К Богу претензии. Он жизнь отдал. Когда мы были грешниками, Он этим доказывает любовь свою. Дальше. Пятое. Спасение. Бог так создал человека, что для грехопадения понадобилось лишь один поступок. Тогда почему Он не постановил, что и для спасения будет требоваться лишь один поступок. Крещение, к примеру, или причастие. Почему лишь на основании одного желания и воли излияния человека Он не дарит ему спасение. Вместо этого Бог устанавливает требования и посылает испытания. Попросту говоря, цену за обожение. У Него с нами рыночные отношения, знак вопроса. Ну, что-то отвечать даже не на что. То, что занесло, уже дальше идет и идет. Бог установил определенный порядок. Он описан в Святой Библии. Ты принимаешь или не принимаешь. Веришь написанному или нет. Все Писание Бога вдохновенно. Неверующий Богу представляет его лживым. Устрашитесь. Даже эти вопросы ставить-то. Нормальный человек, но неодержимый демоном, такие вопросы не ставить никогда. Дальше. Шестое. Страдание ада. И Писание и постановления Вселенских Соборов гласят, что ад вечен, и страдания в нем никогда не прекратятся. Притча о богаче Лазаре утверждает, что и прийти из ада в рай невозможно. Значит, страдания ада ни к чему не ведут, ни для чего не нужны. Следовательно, они бессмысленны. Почему же тогда Бог будет допускать наличие в мироздании бессмысленных страданий? Он садист, знак вопроса. Я с Осипом там где-то не согласен. На вопрос-то такой ставится. Вот вопрос-то поставленный где-то. А для чего они нужны? Не знаю. Но написано, вечный, на этом вопрос снятый. Снятый. Написано. Дело в том, что в одном стихе написано. Пойдет и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. В одном стихе 25 главы Матфея. И в одном предложении вечное понимать бесконечная радость, а тут не бесконечная, не знаю. Святые так понимают, что вечное нескончаемое. А какой смысл в этом? Действительно так. Что-то там будет или как-то. Это дело Божье. Но, однако, так говорит. По-другому я не могу говорить. Это Оригин говорил о конечности. Все во всем Бог. Конечно, привлекательно. И сатана покаяться, и все творение будет в раю. Дело покажет. Но по-другому учения у церкви не было. Все остальное даже оправдывать не надо. По смыслу, может быть, он и прав, кто говорит это, как Осипов. Но Библия так не говорит. Дальше. Седьмое. Истина. Точка. Если христианство истинная религия, то почему каждая ее доктрина внутренне противоречива? Запятая. А образ Бога напоминает не трансцендентный абсолютный разум, а разум мелочного и мстительного царя. Ну вот это даже бы до этого дойти. По вашему разуму. У вас не мелочный ум, ничего нет. На это вопросы богохульные не отвечаю. И закрываю эту тему, и больше не приходите даже. Потому что у вас уже все определено. Вы ничего не примете, что я говорил. Скажет, ничего он не ответил. Старик там и дальше. Все тут понятно уже. Я вам один раз ответил. Выкиньте это, испепелите и все. Наталья неизвестная. Когда я болела, знала, что это не лечится. А болела годами. Слабее с каждым днем. Мы теперь уволили ее. Посмотрите, я просто считать не буду. Так много написано здесь. Все, жалобы, жалобы, жалобы. Вот. Ну и выйти из этого состояния надо. Найти тот, кому хуже. Есть парализован, а ты ходишь. Есть голод умирает, а ты поел. Ну найди, что у тебя лучше, чем у других-то. И начинай работать. Везде, где ты можешь и нужен быть. Пример это, вот я покажу Сергея Козлов. Парализованный 13 лет. И работает не за одного, а за двух-трех мужиков. Вот и весь ответ. Пока он живой, пока он есть, да и умрет, он будет примером стоять. Познакомьтесь. Ну а тут ничего нету. Страх один. Болезни, болезни. Я читал, читал, тут и вижу время потратил. Дальше. Серафим Афонский, Беларусь. То есть Афонский это его местонахождение, или прозвище, или фамилия. Я не понял. Спаси Господи. Обязательно зайду и послушаю ваши материалы. Ваш брат священник. Протеерия, закончился в московскую семинарию, московского патриархата. А потом мы перешли в русскую православную зарубежную церковь. А один говорит, вот бежали они за рубеж. Где это? Это предатель. Они не знают ничего. Первый беглец Златоуст, говорит, был, который бежал в Египет. Беги в Египет. Гонят в одном городе и бегите в другой. Они виноваты. Так как виноваты? Это прямое повеление Божие. А другие пошли на сотрудничество. В этом разница. Дальше. Опыта у меня мало. Но тоже пытаюсь донести до людей веру. И когда что-то не получается, как-то расстраиваюсь, переживая по этому поводу. Часто думаю, не подумают ли они, что у меня с головой не в порядке. Подумают. Ну и что такого? Ну подумают, пусть думают. Меня преследовал психиатрия. Это не два года, 26 лет. 26 лет. А для чего? Чтобы я не выехал за границу. Мне сказали, мы тебе сделаем. Где указали? Где-то в военном билете. А когда уже я был реабилитирован после освобождения, все это сняли. Злоупотребление советской психиатрии. Ну еще и генерал Григоренко, Петр. Всех по туда брали там. Сидели. Ну ничего, подумают. И это пройдет. Вопросы, сообщения, присланные в сеть одноклассники Игнатия Лапкину, читать видео, развернув его на полный экран. Где нужно, можно ставить на паузу. Ну давай. Я открываю, чтобы показать. Вот. На все. И дальше что? Дальше что-то делать надо? Да нет. Включить надо. Не надо? А идет ролик, идет. А? Идет? Так, где-то тут останавливать надо. Что тут пишет? Так, Ирия Алексеев. Есть какой-то. Есть по РПЦМП. Владимир Путин причащается в святых христовых тайн. В Спасно-Преображенском Валамском монастыре. Дальше. Уж для кого-кого, для Путина это редкий кадр. И не он его выставил. И не его пресс-служба это сфотографировала. И я уверен, он был против такой публикации. А вам злоязычным оппонентам. Бог судья. О ком что, я вообще не понимаю, о чем речь идет. Ну, Путин причащался, ну что? Дальше. Это он пишет комментарий. Дальше. Это не мне я делаю, это там кто-то делаю. Что там это? Вот это что означает дергают? Ну, как чтобы мы помогали. Я прочитал уже. Прочитал. Ну, еще дальше мы должны ждать это, когда пройдет. Мне это неудобно, у меня время здесь нет. Инга Сергеева. Здравствуйте. Подскажите, как можно позвонить вам на скайп? Ну, на скайп выходите. Позвоните, предварительно туда написав, чтобы согласовать время звонка. Знаете, 10. С 3 до 17 по Москве. А как, вы зайдите, чтобы написать, там можно любому. А я вам тогда открою, посмотрю, с какой целью вы пришли. Скажите. Если по скайпу поговорить, все записывается, выставляется в интернет, вы согласны. Ну, беседа одна может быть. А нет, значит, пойдет дальше еще встреча. Кто показывает переписку, вроде как, непонятно. Да. То ли вашу переписку с ними. Я не пишу, там не бываю. Написано вот тут как будто. Ну что, Рождество? Еще нет. Нет, вот они. Я просто перекину здесь, вперед вот это. Что? Игнать Тихонович, здравствуйте. Меня зовут Захарий. Я живу на Украине, в Киеве. Случайно попал на ваш сайт и ваши видео. Мне очень понравились. Я давно ищу Бога, но я не знаю. Они говорят так, другие, по-другому. Я совсем запутался. Я очень хотел поговорить с вами по этому вопросу. Нет, мне это неудобно. Я скажу, мне это неудобно. Больше не ставьте даже. Ну, видите, сколько времени. У меня времени-то нету на это. Потому что я должен войти сейчас. Все, отошел. Не буду смотреть даже. Это еще тут пишет. Игнать Тихонович, что такое обрезание Господня? И как понимать современному христианину? Ну, как понимать обрезание? Детородный член. Отрезается кожица там специальная. Это вот у мусульман как делается. Ничего тут такого нету. А то праздник обрезания. Еще ради праздника. Какой праздник? Обрезание. Слушай, Дня Сюер. Обрезание было, обрезание. Он говорит, хозаветник. А дальше, если вы обрезаетесь, остались без Христа. К нам не относятся. Вопросы сообщения присланы в сеть ВКонтакте Игнатию Лапкину. Читать видео, разверну его на полный экран, где нужно ставить на паузу. Ну, понятно, что там. Сейчас, подожди. В видео наглядно видно, сколько сообщений порой приходит. В начале видео отчетливо видно 77 новых сообщений Игнатию. 21 заявка в друзья. По видео легко видно, что все сообщения присланы реальными людьми. Не выдумывая, какие есть вопросы и пожелания, которые шлют людям. Ввиду вашего большого объема пришлось делать в виде видео, так как разборы и перетаскивания этого занимают уйму времени. Пусть Никита смотрит, перематывает и зачитывает. Вот я открою один раз, скажу, что мне это не подходит. Больше этого не делайте. Вот 43 минуты идет ролик. А? 43 минуты длительность. Ну вот 43 минуты, ясное дело, что никак. Вот я теперь его дальше. Что тут такое? Ну, то, что происходит в ВКонтакте, показывают на вашей странице. А то из этих... Нет, нет, нет. Ну, сами там определяйте, приглашайте сюда, сами на форум приходите. Я тут разберусь. Ну, вот так, я даже смотреть не буду. Не подходит мне это. У меня надо в один час вот этот ролик войти и дальше. Николай Ратников. Сообщение похоже на домыслы, но все же есть или что сказать на это? Кавычка открывается. Его же царство не с конца. Кавычка закрыта. Это диаметрально другой смысл, нежели не будет конца. Это арианская ересь. Арий учил, что у царствия Христа не будет конца, но было начало, то есть, что он тварен. Это формулировка Ария, суть арианской ереси. А слово несть, в кавычках, вневременной глагол, означающий не было, нет и не будет конца. Это формулировку и утвердил первый собор Никей. А вы повторяете юридически арианские бредни. Бредни, то есть, что мы считаем символом веры, вот патриархия, это бредни, это ясно, что старый бредец говорит. До конца он понимает, что говорит, не знаю, я его не знаю как. И царствию Божию не будет конца. Ну, говорите, не будет, и все, какая есть. Нет конца. Не будет. Было на начало, не было. Здесь ничего об этом не говорится. Но так их научают. То есть, искусственно выискивают такие разночтения непримиримые. Ну, ладно, приняли это дело. Дальше. Юлия Маляко, Кривой Рог. Добрый день, Игнатий Тихонович. Моя мама подписана на канал в Ютубе. Каждый день смотрю ваши видео. Больше всего нравится видео из жизни детского лагеря. Нет ли у вас видео из общеобразовательной школы в деревне? Как проходят занятия? Есть. А еще мне интересно было бы узнать, есть ли в церкви школа для детей, где изучают Слово Божье. И вообще, чем дети занимаются во время службы? Вот у нас показаны, идет занятие, а потом они, дети, заходят. Ну, то есть, зарядите в Ютубе, там увидите, как есть это. Родители знают, что я вам написал, и одобряют. Ну, одобряют себе. Можно по скайпу поговорить, но только когда родители рядом будут сидеть с вами. Дальше. Илья Абрагимов, Екатеринбург. Спасибо, Господь Игнатий Тихонович. Я несколько лет слежу за вашими успехами с созданием общины Потеряевки и детским православным лагерем. Мы занимаемся похожей деятельностью с православным молодежным областным объединением «Дружина». Организуем лагеря сборы, в ходе которых проводим миссионерские беседы. В завершении сборов все желающие, взрослые и дети имеют возможность причаститься к святых и христовых тайн. Ну, все подряд причаститься, конечно, категорически против. Человек должен готов быть к этому, потому что последствия тяжкие, когда человек не готовый. Он болеет и умирает. Ну, я не знаю, зачем вам, если еще не определились, как. Вы заходите прямо на наш сайт, вот еще раз говорю. И здесь вы найдете, вот, звук и видео, вот, я сткну его сейчас. Здесь 12 томов Иоанна Златовуста мной начитаны, 12 томов «Жития святых», 5 «Добротолюбия», Григорий Диченко читает, 50 книг начитаны. Поэтому, ну, зачем я буду говорить? Вы к нам приходите, святые, отцы, по сравнению с ними, это все остальные, это, ну, вообще, даже говорить не о чем, настолько меньше, вот. Вот теперь я хочу сказать, тут мы закончили на сегодня, а вот теперь на кого они нападали? Масленников Сергея Михайловича, вот. Давай почитаем, ознакомимся, и Сергей, он в Санкт-Петербурге, как я понял, и выставили ролики, много роликов о нем, и его сильно на него гонили, чуть ли не нафиг его предают православные. Я его не знаю, ролики еще не слушал, но биографию, вот, считай. Нападки на школу покаяния заставили меня попробовать написать свою историю. Я был крещен в 2003 году в возрасте 7 лет. Не уверен, что мои восприемники проходили оглашение. Единственное, что помню, это нам дали послушать кассету, из которой запомнилось описание адских мук. Помню, что на меня, ребенка, это произвело впечатление. В последствии, через некоторое время я узнал, что причиной крещения моей семьи стало условие бабской целительницы. Она говорит, если вы не креститесь, то водичку заговаривать не буду. Конечно, ни о какой вечности никто из нас не помышлял. Абсолютно точно пишет. Вот сразу привлекает. Именно так. Мы расспрашивали, берем 50 человек, давайте несколько человек, кто от крещения идет. Ни один не мог назвать причину крещения. А бабка водиться не хочет, а другая бабка лечить не может, к шептуне, там, все связанное не с тем. Дальше. Со временем страх перед муками ада притупился, а потом и совсем растворился в житейской круговерте. Оглядываясь назад, страшно вспомнить, насколько были развиты страсти уже тогда, в возрасте 7-9 лет. Так я и жил, произвольно греховно до 17 лет, мечтая о своей православности и имея некоторые кривые понятия вере. Абсолютно правильно. Вот это я подписываюсь под каждым словом. Именно такие есть, такие, которые мне заходят священники, свидетельствуют, кружился вокруг церкви, а сам буддист настоящий. А потом вот я принял монашество, а потом женился, ребенка нажил, и все, я романах. Я могу назвать фамилии, имена и все, но не в этом дело. Точка перелома стала школьная исследовательская работа по теме убийства царской семьи. Было очевидно, что миновать церковь, исследуя данную тему, невозможно. Я начал воцерковляться... Воцерковляться, я считаю, это одно из самых поганых слов. Это заменено слово рождение свыше. А научитесь поворачиваться, свечку подавать как-то дальше. В одном из центральных храмов. Не имея никаких твердых понятий, я начал ходить на богослужения. Однажды, переступив через себя, подготовился к исповеди. Теперь трудно вспомнить, в чем я просил прощения у Бога. Но батюшка, приметив несмышленого неофита, предложил начать посещать огласительные беседы. Постепенно начали укладываться в голове некоторые основы веры. Абсолютно точно. К сожалению, никто не предложил мне воздержаться от таинства на время обучения. О! Вот что нужно. Нет, прищищайся, чаще, чаще прищищайся. Это не я говорю, это новый человек. Мы сейчас увидим, он, видимо, священник. Поэтому, параллельно, не понимая смысла таинств и основ духовной жизни, я приступал к исповеди и дерзал прищищаться, находясь в смертных грехах. В смертных грехах, которые часто прищищаются, это люди погибшие, прямо бесноватые. Они совершенно не готовы, живут во грехах. Неподготовленные. Дальше. Кругом была атмосфера, что все хорошо, раз ты ходишь в храм, значит дело в шляпе. Но совесть не унималась. Я не понимал, почему после причастия я устраивал дома скандалы с драками и взаимными упреками, заводясь в полоборота из-за пустяков. Я, чувствуя какое-то несоответствие теории и практики, хватался за любую информацию о вере и жадно поглощал ее. Разумеется, активно предлагались лекции профессора Алексея Ильича Осипова. Именно здесь, как мне теперь кажется, и была моя проблема. Совесть облегчала мои беззакония, а авторитет в сером пиджаке. Милый улыбаясь, говорил, что все хорошо и вообще муки ада вечная, но не бесконечная. То есть он Осипова говорит, улыбается в сером пиджаке, в галстике, грит и в 80 лет и прочее. Доверие это шаткое. В его лекциях совершенно не предлагались какие-то реальные действия. Как убедить себя и справиться со смертными грехами, и как бороться со страстями. В жизни все сводилось ко внешнему. И исповедь причастия и снова, неделя за неделей, месяц за месяц. Чаще исповедуется, чаще причащается. Ну прямо, ни одного слова нету, которому бы не поверил. Иногда лукавый давал отдышаться. Смертный грех отступал, но потом следовало новое глубина падения. Прошло достаточно много времени, и самый явный грех отступил. Но наступило время сухости. Казалось, что исповедовать уже нечего. И если о грехах в грубых формах было какое-то сокрушение, то о других, не менее страшных, сердце даже не переживало. В это самое время в наш карам с лекциями приехал Сергей Масленников. После первой лекции, на которой Сергей Михайлович облегчил мою мнимую праведность, в моем сердце расшевелился клубок змей. Впоследствии, читая критику в адрес школы покаяния, я узнавал себя после первой лекции. Мне так же, как и некоторым критикам, в кавычках, казалось, что Сергей Михайлович говорит каким-то норовоучительным тоном. А из фразы «держи ум твой в аде» и «не отчаивайся» оставляет только первую ее часть. Так же и в прочих нелестных отзывах я узнавал себя. Между каждой лекцией был перерыв недели. В этот перерыв я вновь дерзнул причащаться. Для галочки попастился и с чувством выполненного долга исповедовался в субботу в каких-то нелепых, наспех выписанных из интернета грехах. А в воскресенье утром причастился. К вечеру меня скрутило страшное неописуемое состояние. О, вот это часто причащается. Дальше. В понедельник вечером была запланирована вторая лекция. После внутренней битвы я заставил себе приехать на лекцию. В лекции была затронута тема генеральной исповеди к подготовке к причастию и плоды недостойного причащения. Непередаваемый трепет охватил меня. Оказалось, что Сергей Михайлович рассказывал словно про меня. Каждое слово, каждое действие, каждое движение, мысли в процессе моей формальной, кавычка, подготовки к причастию были им озвучены. Во всем я узнал себя. После лекции я подошел к нему с вопросом, что мне делать. Он направил меня в храм Владимирской иконы Божьей Матери. Я дописался в школу покаяния и с февраля 2014 года уже целенаправленно и сознательно пытаюсь становиться на узкий путь покаяния. Пройдя свой скорбный путь и имея перед глазами множество историй живых людей, с некоторыми я теперь знаком лично. В оставших, благодаря школе покаяния, из самых разных глубин падения идти мне немного легче. Если сам Господь сказал, что по плодам узнается всякое древо, и что не может дерево худой приносить плоды добрые, то я не понимаю, как у некоторых поворачивается с язык наименовать школу покаяния секты во главе с каким-то гурой и все такое прочее. Вот обязательно даже... Это система, система лжи патриархии. Обязательно вас будут гнобить и давить. Мстительность, потом непрощение, даже и коммунисты, и католики. Никто не нападает так, как эти лютые волки. Можно было еще понять, если бы это писали какие-то светские журналисты, неверующие психоаналитики и прочие специалисты в кавычках. Злобно хулящее православие. Но когда это пишут и говорят некоторые пастыри, церкви, психотерапевты, именующие себя православным, профессора богословия и люди, которые вроде бы называют себя верующими, приходится только сожалеть о них. Знают ли они веру? Не знают. Даже не спрашивать. Они не знают. Они знают систему. Друг за друга заступаются, крышуют и прочее. Епископ, чтобы за них был. А отдельно выступить, чтобы за него никто не был, из-за этой системы он не может. Он один, он голый. У него ничего нету. Я их очень хорошо знаю. 53 года они вокруг меня колготятся, крещат. Я их называю кодло-патриархийное. То есть свора бешеных собак, вот которые вот это нападают. Всем сотрудникам школы покаяния желаю терпения и мудрости. Все противникам вспомнить притчу о мытаре фарисеи и не забывать о страшном суде Божьем. Ну вот мы прочитали одно. Теперь второе. Вот о нем. Это прочитали. Так. Вот это где, откуда я взял. Это мне скинули. Думаю, что они уже исполнили то, что наметили. Овэ Костешак высказался от имени. А вот это, я сказал, что тут написано. Иссе. Ну так. Иссе. Это и... Ну, давайте поговорим. Свидетели Игумы. Игумы свидетели. Я не знаю, долго не мог расшифровать вот это. Ну и нашел. Собор православной интеллигенции. Может быть. Может быть так. Совершен реальный суд надо мной, как над автором. Вынесен смертный в нравственном плане приговор. Мои труды призваны опасными и для православных людей. Приговор приведен в исполнение. Об этом объявлено по всей РПЦ. И мои работы больше не могут распространяться и использоваться. Причем, стоит особо обратить внимание на процедуру этого суда. Обвинение не было мне предъявлено. С материалами дела я не был ознакомлен. Право на защиту мне не дали. Это Сергей это тоже говорит. К доктору нападают. Но само заседание суда для меня даже не приглашали. Все это относится к настоящему тоталитарному методу осуждения в стиле 30-х годов прошлого столетия. Если в гражданском обществе существует хотя бы какое-то демократическое основание с провозглашенными правами человека, то в современной земной церкви оказалось все намного хуже. Абсолютно правильно пишет. В телефонном разговоре с ЕС мне сообщили, что я не имею права на получение не только всех материалов по делу, а лишения моих работ всех грифов, но даже не имею права на получение копии решения заседания, на котором было принято это решение. Хотя в гражданских судах любой причастный к делу человек имеет право ознакомиться с материалами дела и копировать их. Такое отношение к подсудимому это беззаконный беспредел. Страшно осознавать, что на этот беспредел творится церковь Христовой. Соборность в духе святом вдруг превратилась в тоталитаризм с презрением к низшим? Думаю, что чиновники ЕС что-то сильно перепутали. Церковь не должна допускать таких действий, которые были свойственны в 90-е годы при мафиозных разборках. Из телефонов разговора также стало известно, что ЕС руководствовался в том числе материалами, присланными из миссионерского отдела Екатеринбургской митрополии. То есть от тех самых гонителей, которые ведут свои грязные проськи уже 8 лет. Которые были стукащами в УФСБ и писали ложные доносы. Об этом я рассказываю в одной из своих аудиолекций. Которые за последнее время написали еще множество клеветей в интернете. Боровских, Дворкин, Раков и прочее. Я скажу именно так. Именно на меня вот первая поднялась эта Екатеринбургская епарь. Они ничего не знают, ни одного слова истинного нет. Все абсолютная ложь. У него там еще что-то засыпляется, у меня вообще ничего нет. Неудивительно, что на таких, кавычных, материалах, положенных на основание суда, появилось такое решение суда. И все это без права на защиту, без возможности опровержения клеветы, без проверки правдивости сведений. Недаром старцы предсказывали, что в последние времена гонения примут самый изощренный характер. Уже на деле все ясно. Именно так. Но они не знают, что за это будет. Выжжено будет дотла Богом. Вот эти синоды, все в патриархии, она просто уничтожена будет из памяти людей. Как самая-самая негодная организация, придуманная Сталина и имберия 4 сентября 1943 года. Они не видят это, не знают. Вот я нахожу, там мне дали материал, я бы не нашел его. Если бы ИС имел реальные причины для запрета, то они были бы указаны. Это издательский какой-то или что-то ИС, до конца я так и не понял, что он означает. Ну ладно. То они бы. То они бы были указаны, но вместо них названы для умности только катафатические и апофатические. Ой-ой-ой. Становится понятно, что есть чей-то заказ, и ИС его неумело исполнил. Мое предложение, которое я уже высказал, остается в силе. Мне думается, что заказ поступил от профессора Алексея Ильича Осипова в ответ на мою обоснованную критику его печальных и опасных для церкви заблуждений. Причем исполняется заказ вполне осознательно, потому что все исполнители уверены, что делают благое дело для церкви, очищая церковь от злодея Масленникова. Но Господь заранее предупредил нас, и сгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. 1 Иоанна 16.2. Отличие только в том, что ранее гнали из синагог за имя Христова, а теперь гонят из храмов за покаяние. Но суть-то не изменилась. Вот в такие времена живем. Ну, написано об этом вот так. Я скажу, что против меня они все точно так делают. Но как-то Бог, я не знаю, милует или долго терпит, как сказать. Уже больше 10 лет мои книги на исследование берут, и там профессорские составы передают Дворкину, там Киево-Печерская лавра, там профессора какие-то. Ни звука нету. Ну, видимо, в конце концов, не всегда же бывает, чтобы мирно обошлось. За отступление от покаяния Господь всегда попускал для вразумления бедствия народу своему. Так было и в прошлом веке, когда реки крови и слез стекли по всей земле русской. Так недавно случилось и в Украине. Кто на очереди? Очевидно, Россия. И враги наши не устают напоминать нам об этом. Несмотря на все усиленные попытки гражданской власти во главе с уважаемым мной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, удержать мир от хаоса не удастся. Сползание в мировую трагедию неименуемо, а причина в утрате покаяния. Именно так, именно. Нет покаяния перед старобрядцами, перед сектантами, которые гнобили давили. Что сегодня делают, преследуют. Из-за этого масленников отвечать будут. И благодать в церкви еще имеется, и таинства совершаются, но без покаяния мы не можем их принять, и таинства оборачиваются в осуждение. На фоне всего происходящего в мире и в России действия ИС по устранению из церкви моих работ, в которых я говорю о покаянии именно святоотеческой традиции, и не отступая от нее, выглядят вредно и разрушительно. Вред будет менее ощутим, если в РПЦ имеются подобные материалы, покаянного содержания, понятные для современного человека. Но пока таких не удалось встретить, к сожалению. Зато новые традиции, противоречащие священному преданию церкви, успешно распространились и продолжают развиваться. Покаяние стало чуждым для земной церкви, поэтому и подвергается уже прямому гонению. Вдвойне страшно, что занимается этим официальной структурой московской патриархии. О, скажу, что каждое слово здесь стоит у него на месте. Ну давайте сейчас мы посмотрим, что у нас еще здесь есть. Вот так, по минутку. Так, это у нас, вот он Масленников. О двух ересях. Увидите его хотя бы, кто он такой. Ну, православная Россия. Видите, какие слова. Что-то скажут сейчас. Вот, видите, его сколько тут выступает. Ответ на Дмитрия Смирнова, он отвечает. Это мне скидывает? Я-то ничего этого не знаю. Ну, можно. Доклад православного автора Масленника. Доклад. Как это выглядит? Видите, как медленно, конечно, открывается. У меня минуты каждая дорога здесь. С большой горечью приходится отмечать, что всеми уважаемый, многими очень любимый, великий проповедник и миссионер, заслуженный профессор с огромным стажем работы, с множеством прочитанных лекций. Видите, сколько говорит это для того, чтобы как-то сгладить. Миссионер, да где он, какой миссионер-то? Ну, это он рижку хватил, миссионер. А я всегда говорю так, вот, профессор Осипов, как он говорит, как видит, и при советской власти быть на должности профессора, когда даже рукоположиться нельзя было. Там много-много скрытого. И вот, которые священники сейчас идут, и как себя ведут, это его. Это он, он перепортил тысячи людей. Тысячи. Хотя у меня к нему отношение нормально. Я ему материалы посылал, он одобрил их, вот, к истинному православию. Все до одного одобрил. По телефону разговаривали. Так, что хотел? Мне кажется, он Осипов все номиновали произносит, чтобы показать, что, несмотря на все его достижения, он такие вещи говорит, как бы, он говорит, что... Веречь Осипов возродил две древние ереси. Грустно это очень говорить, очень печально об этом слышать. Но, вот это приходится признавать, потому что уже есть ряд специалистов, богословов, которые обосновали это и доказали... Короче говоря, так, он не будет патриархии. И где-то кому-то он сейчас прийдет, какие-то там другие юрисдикции, и его никто не будет осуждать. Они выдвигают, как Диамида, других там, и Ижевские три священника. Но, в конце концов, это будет идти лавиной, когда увидят, что там делается. И тогда вот эти люди, их труды будут искать. И сказали, что, к сожалению, он это сделал. Две древние ереси, это одна из них, ересь Целестия, которая была осуждена на Третьем Вселенском Соборе, а другая ересь Оригена. Вот смотри, вот здесь, Осипов о лекциях Масленникова, и его дневнике... Кающе Госян. Ну и дальше. Ну и тогда вот здесь можно увидеть где-то. Я тут не буду полностью говорить, но чтобы увидели, как он... Сергей, звать его, помолиться. Помолиться. Помоги ему, Господи, укрепи его. Я его совершенно не знаю. Если вы имеете возможность, выведите его как-то на меня, мы бы побеседовали. Может, какие-то вопросы были бы. Дальше. Теперь переходим на свой. Русти Куценко. Город Эйштадт какой-то. Господин Лапкин, большое вам спасибо за ваше видео. Вот видите, как. Алексей Иванов, город Петрозаводск. Мобильный телефон. Дальше. Однажды был неприятный диалог в контакте с одним парнем. После того диалогом не пишет его мама, православная христианка. В кавычке открыты. Леша, не поносите и не поносимы будете. Признаться смекнул, что это попытка цитировать Христа из Нагорной проповеди. Не судите. Спросил возлюбленную. Что за фраза? Великолепность на описание. Она мне, наверное, подготовка какая-то. Поговорка. Поговорка. А я не удержался и съязвил. А слово поносите, наверное, от слова понос происходит. После приходит верная цитата и извинение. Неправильно процитировала. Ну дальше вот прочитайте. Много написано. Я просто буду говорить здесь, чтобы могли посмотреть. Еще дальше. Вот они там. А тут перу, ну и все это. Тут невозможно все это прочитать. А если нужно кому-то, то поинтересуйтесь. Дальше. Валентина и Валентина. Игнатий, спаси Бог. Видео замечательное. Очень понравилось. Душа радуется, что у нас в России есть такие уголки благочестия, сохранившие истинные ценности православия. Всегда мечтала жить рядом с такими людьми, учиться и перенимать опыт благочестия. И если бы лет десять назад узнала о вас, то без раздумий переехала бы к вам. Но сейчас мне уже пятьдесят и силы, как говорится, уже не те. Храни вас всех, Господь, на многое блага и лето. Этот у нас был уже, это из Старобрядца в городе Киеве. Что он пишет? Дорогой Игнатий, я просмотрел видео со Старобрядцем Бальзам. Никакого Бальзама для нормальных Старобрядцев я не увидел и не услышал. Однако же, напротив, меня поразило то, как откровенно вы проповедуете ложь. В принципе, это свойственно всем... То есть, все, что касается церкви, для них это ложь. Они мне хотели помочь издать первое, там, о крещении. Но только чтобы убрал все после Никона. Ни Серафима Старовского, ни Феофана Заторика, ни Игнатия Бринчинова, ни Иоанна Крошадского, чтобы не было. То есть, это еретики все для них. Ну и дальше, что он говорит? Я просто показываю РПЦЗ и прочее. Я буду останавливаться, чтобы потом просчитать. Много. Вот еще дальше. Фреска, какаусы, пальницы, как молятся, пальцы прижатые. То есть, ничего евангельского нет, он просто не знает. Епископ какой-то, такой-то, этому конца края нету. Вот видите, сколько написать. Но все будет знать, кроме, кроме Святой Библии. Библия вообще, как будто ее не существует. Истина только в старообрядчестве. А после этого, простите Христа ради, все время в старообрядке. Прости Христа ради, прости Христа ради, в рот тебе. Вот и все. Ну, то есть, что, нет имени? Нет имени, да. Его близкому был задан вопрос. Смотрите, как получается, интересно. Люд встает на сторону ту или иную. Один дьявол, другой. Аналогия с этим. Так как вы его близкий и уверены в нем. Скажите, пожалуйста, вы точно на стороне Глеба? На что его близкий отвечает без фото и имени. Ну, то есть, непонятно, о чем даже пишет. Я отвечаю. Если бы все, что вы тут написали, а не вы, кто-то написал, то вы бы опровергать начали. Начали? Начали. Но теперь только не отрекайтесь от уже написанного. Я вам напишу, поясню в последний раз, что вы тут наворочили по подремучему невежеству своему и дикому упрямству, столь обычному для старообрядцев. Вот который стоит. Если вам не авторитет Святая Библия, то к чему еще могу обратиться, чтобы вы вздрогнули от непромерной лжи и злобы, накрученной здесь вами? Ни одного слова из Святой Библии вы ее хотя бы один раз прочитали в русском переводе или считаете неверно переведенной, испорченной, умышленной и никоньянами, как вы презрительно именуете православных. Говорит, что Иисус так молился, так персты слагал, как Стоглавый Собор постановил, значит быть уже не невежды в законе и профаном, а словами невежества четко показать себя лжецом окаянным. Хотите узнать, как молился Иисус? Сходите в синагогу и там или возле познакомьтесь и увидите, что такое иудаизм. Иисус был еврей и ничего из еврейского не мог нарушить, иначе он был бы побит камнями. Потому он исцеленных им и отсылал к священникам, чтобы засвидетельствовать, что он не нарушитель закона и пришел его исполнить. Матфея 5.17. Не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков, не нарушили пришел я, но исполнился. Это ответ всем старообрядцам. Дальше. В никаких пальцах тогда и речи не могло быть, и ни о каком крестном знамении речи не было, ибо не было еще и распятия Сына Божия. Сидим мы с греком, и я прошу его написать по-гречески, как звучит имя Иисуса в оригинале на еврейском. Иешуа, Гонацри. Иисус из Назарета. И он не может написать. Почему? Очень даже просто. В греческом языке нет буквы Ш. Иерушалайм нам греки преподнесли, как и Иерусалим. И имя Божие и Ягова звучит вовсе не как в оригинале, а Яхве, Ягве. Фильм «Раскол» старообрядцы белокринейской иерархии признанны добротным, и даже якобы профессор был с их стороны в консультантах. И фильм поставлен по сценарию, написанному не только Николаем Достолем, как протопоп Авакума. И что мы тут видим? Ни Нико, ни Авакум, кроме псалтири, ничего не знает и не благовествует, и охлещется намертво, как цари Аса с Ваасой. Относительно перстосложения одним перстом, вы не знаете этого? Значит, не вмещается в узколобое старообрядческое упрямство истинное слово, как Мельникова Эфимовича. Федор Ефимович. Прочтите в истории, в трудах Златоуста. То есть одним перстом молились первые христиане. Вы истинно знаете только проклятие и ад. Вот тут и выползло все это адское нечестие и хулы. На Русь пришло разве апостольское, разве евангельское учение? Тут уже столько намешали. А говорить о Святой Руси и День Доникона, значит признать зверство Грозного Иоанна, царя, за свои. Браво любому змею поете. Лютому. О лютому змею поете. Я чуть не спорю, а только возвещаю вам истину. Больше писать нечего вам. У старообрядцев есть знающие, как отец Симеон Дурасов и отец Андре Маршенко. Но они гнимы, как и епископ канадский Михаил Семенов, доведенный до сумасшествия злобой, старообрядцами, как Григорием Карабиновичем. Говорить о Святой Руси до Никона, значит вовсе не знать решения. Сто глава собора. О чем там главы, задумайтесь. Это же язычество царило. Драки, шаманство. И где? В алтарях. Просто весы склонились на сторону Никона, Мордовина. А Авакум что сделал бы, если бы пришел к власти? Не писал ли он царю? Алексей, дай мне власть, от. А я их не каньян, всех перепластаю. То есть порублю на лапшу. Матфей 6.33. Ищите же царствие. Ну вот так. Я дальше показываю здесь, что есть. Еще немножко ответ. Николай Леонов пишет. А так дальше. Я отвечаю. У церкви Христовой есть очень четкие границы, как у Святой Библии. И она начинается с буквы В. Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю. И заканчивается на русском переводе с мягким знаком. Вот я показываю букву. Видишь, отдельно выделил ее. Так. Нет четких таких границ у церковного предания. У Библии есть, а у предания нет. А границы у церкви очень даже четкие. Везде, где есть рукоположные от апостолов по непрерывной хератонии священства, и признание соборов там церковь. Вот она. Православие, католицизм, григано-армянская, апостольская, коптская и сирийская. У названных вами раскольническими УП, ЦКП или УАПЦ может проверить, есть ли непрерывность хератонии. А остальные, весь протентостизм, все секты, исты. Это лучшие кадры для христианства могли бы быть, но это не церковь. Осколки Дафана, Корея, Верона, числа 16 глава. Почему встали на благовестии ходить с посохами? Чем это вызвано? Еве тоже принимал участие в изготовлении? Ну вот я тут, я просто показываю ответ. По селам ходили мы, как, вот внимательно смотрите. Вторая группа, как мы шли, откуда было. Пойдем по селу Буканка, можно прочитать даже. Когда мы были в селу Буканка, то я вошел в один двор богатого дома, где на заборе не увидел никакой надписи о наличии собак. Дверина была открыта, я пошел к ней. И вдруг заметил, что в широком дворе мусор заметен так, как бы его сгоняли цепи собаки на проволоке. Остановился и увидел проволоку на земле и цепь длинную, уходящую за сарай. И вдруг оттуда выскочила, как я понял, кавказская овчарка, очень злобная и огромная. И так как цепь доставала до любого конца двора, она яростно бросилась на меня. Я имел дела с собаками и знаю, что никак нельзя убегать от нее. Попытался заслониться матерчатой сумкой с книгами и брошюрами, и она вцепилась в нее. Краем глаза я увидел на штакете что-то матерчатое, вроде майки, и схватил ее. Замахнулся на собаку, и она рыча уцепилась от сумки. Я медленно стал отступать задом. И когда приблизился к калитке, то схватил стоящую заворину брусок, которым запирают калитку. Тут уже мы поменялись местами. Собака не отступила, но уже и не бросалась. Выйдя на улицу, я возблагодарил Бога, что сестра Татьяна сошла по другую сторону улицы. То есть мы на пару шли, она по той стороне, по этой. И она в белом во всем было. Вчера только от крещения она одну принимала. Солнце такое-то. Ибо мы с ней разделились и шли по разным сторонам. Этого делать не следовало. Она была вся как бы светящаяся в солнечный день. Вся в белом одеянии. Сияющая, как только что вчера вечером была госприемница, крестившаяся у нас на озере сестра Надежды, преподающая в университете. И, ой, если бы сестра Татьяна тут была, что бы было с ней? Покушечную книгу так и храню на память. Приехав домой, я сразу же изготовил четыре жезла длиной по 120 сантиметров, диаметром по 3 сантиметра верхней части. И попросил сестру и жену сделать вдоль всего жезла черным фломастером такую надпись «Евангельский посох». А вверху красным фломастером нарисовал возле руки три кольца. Отныне мы так и ходим. Братья с жезлами и сумками в руках, а сестры с сумками. Выходя со двора, сестра должна идти только впереди. Брать же жезл держит сзади, волоча по земле, чем отпугивать собак. И уже после этого случая было, что срывались с цепи собак, и жезл позволил нам сохраниться, благословив жезлом всех охранников с неумеренной злобой. Открыв двор или не открыв, стучишь по забору и слышишь «Где лая собак?» Можно ли по ней пройти? Сестра должна идти сзади. Если же собака большая, сестра остается с забором и там молится про себя. Подходишь к двери дома и видишь, есть ли хозяин дома. Если есть, то стучишь в окно или дверь. Иногда открываешь дверь и в сенях стучишь и кричишь. Есть, то живой. Если нет никого, то в дом дверь открываешь. И если заметил там движение, то быстро поворачиваешь на крыльцо и стоишь возле него, пока выйдет хозяин. А дальше у всех может быть по-разному. Мы здороваемся. Добрый день. Мы православный христианец православного поселка Потеряк Мамутовского района. Мы благовествуем о Христе Иисусе и желаем встретиться с местными жителями. Встреча сегодня в 3 часа дня. Там-то. То есть на стадионе бывает, в доме культуры называют. Есть ли у вас в доме Евангелие и хотели бы вы его иметь? Как правило, ничего у людей нет и мы даем бесплатное Евангелие от Иоанна или Новый Завет и несколько брошюр и иногда молитва слов православный. Говорим, что в местной библиотеке отныне будут наши 38 книг и показываем одну из них. Теперь у нас порядок такой. Мы заранее созваниваемся или встречаемся с главой местной администрации. Через него выходим на заведующую клубом и на библиотеку. Иногда они помогают развешивать заранее объявления встречи. Библиотекарю подают два экземпляра вот такой бумаги. Содержание пускай здесь, ибо оно есть в других сайтах. Ну дальше, ну дальше что это есть? Александр Ломакин. Город Белокурих, Алтайского края. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вы не знаете, как темную энергию из головы убирать? Вот так. Понимаете, как темная энергия. Я могу сказать, идите к священникам в храм. Они вам подскажут, как убирать или новую тьму навешать. Это на месте надо решать. Ну все, Богу нашему слава. Видите, какие вопросы. За Сергея Масленникова помолиться надо. Это, как считаю, будет иметь какие-то последствия. Что не дали, а ознакомиться. И так вызывали это безумие, беззаконие полное. Я вот реабилитирован был. Закон гласит, могут выдать дело. Мои все тома, и я сидел, сколько, не ограничивает закон. Я могу сидеть хоть год. Я все выписывал. И в книге для Слова Божия не то, что у меня в кавычки взято. Кто обо мне говорил, какие показания и прочее. Богу нашему слава. Сегодня суббота у нас. Суббота. Ну и какое число? 16 января 2016 года. Аминь.